Физкульт привет друзья! Снова на связи Muscle Shop и сегодня у нас будет необычный обзор велотренажера от торговой марки Ecofit. Чем он будет необычный для меня? Тем, что не будет просто сухого перечисления фактов, а хочу рассказать о том, как же вот вы в качестве зрителей сможете выбрать велотренажер, купить его, не видя, не пощупав его, как все хотят, всегда обязательно звонят на магазин, я хочу прийти пощупать, как же я куплю, если я не пощупаю. Так вот, в этом видео попробую свои ощущения передать через экран и так велотренажер приходит к нам вот в такой небольшой коробке, размер ее 86 на 28 на 63 сантиметра, что говорит о том, что ее можно легко загрузить в легковой автомобиль, то есть если у вас вопрос с транспортировкой, то вообще не заморачивайтесь, в любую легковую машину он войдет, на заднее сиденье он спокойно, эта коробка ложится. Причем даже велотренажеры большего размера тоже помещаются, даже Orbitrec я вам скажу, помещаются на заднее сиденье легкового автомобиля, ну правда смотря какой размер Orbitrec, но в основном даже там до 20000 модели, которые идут довольно габаритные, они в коробке довольно компактно, но вам не стоит об этом задумываться о транспортировке, потому как мы отправляем все тренажеры бесплатно, хочу обратить внимание, даже на дом и причем в подарок ко всем тренажерам у нас идет вот такой неопреновый пояс, который увеличивает эффект от занятия на велотренажере. По поводу сборки велотренажера у вас не возникнет никаких сложностей, потому как в нем в комплекте есть инструкция, инструкция будет на русском языке, к этой именно модели, вообще сейчас уже переходит конечно на украинский язык все инструкции в основном, то есть собрать его вам не составит никакого труда, по сборке это займет примерно полчаса, собирается он соответственно корпус, поставляется вот эта часть вот, прикручивается стойка, на нее крепятся вот ручки пульсометр, далее вставляется сиденье, фиксируется и крепится собственно монитор. И не забывайте, когда вы крепите педали при сборке, у вас правая педаль будет с правой резьбой, то есть закручивается педаль, чтобы закрутить, нужно вращать ее по часовой стрелке, а левая педаль соответственно против часовой стрелки, так на всех велосипедах и велотренажерах устроено, чтобы не раскручивалась, она идет с левой резьбой, то есть левую педаль нужно закручивать против часовой стрелки, вращать ее, ключики в комплекте все тоже будут. Если вы сидите по ту сторону монитора, и вы хотите купить велотренажер, как их выбрать, не пощупав. Здесь, конечно, нужно отталкиваться от того момента, что смотреть на вес максимальный, то есть опять же вес у вас, к примеру, 100 килограмм, значит нужно брать велик с запасом плюс 10 килограмм хотя бы. Вот эта модель конкретно, она на вес 120 килограмм, она хоть и небольшая по габаритам, вот у нее длина, сейчас скажу я вам, 86 сантиметров будет, 85 если точно. Вот она компактная, то есть вот по сравнению со мной, ну вообще, то есть не сильно велика, но тем не менее он рассчитан на вес пользователя до 120 килограмм. И в принципе, что мне понравилось, эта модель регулируется очень высоко. Здесь можно подобрать по высоте сидения на рост человека, ну минимальный там нет ограничений, там даже ребенок достанет до педали в минимальном положении. Кстати, давайте продемонстрирую. Минимально вот, смотрите, вот это минимальное положение, то есть, ну вот здесь, давайте померяем расстояние. Минимальной точки от педали до сидения здесь. Здесь у нас 59 сантиметров. То есть, даже дети смогут заниматься при такой высоте сидения. А вот как раз максимальное положение, что чаще всего волнует людей, которые покупают именно велотренажер, потому что далеко не все производители пишут степень регулировки сидения, особенно максимальную высоту. Вот здесь максимальная высота. Если брать от педали, 90 сантиметров. То есть, 90 сантиметров от педали до верхней точки сидения. Вот у меня, если брать до бедра, вот 80 сантиметров. У меня длина ноги, наверное. То есть, вот с моим ростом, вот это сейчас максимальная высота стоит, вот я выставил. У меня рост метр 82 сантиметра. И вот у меня нога, в принципе, ровная. То есть, нормально. Под мой рост велик подходит. То есть, ну, наверное, максимум можно, вот если ногу полностью засунуть. Просто мне дуплексы немножко мешают. Вот, если взять, к примеру, рост. Полностью засунуть ногу. Вот, да, нормально. Нога полностью даже выпрямляется. То есть, можно еще выше людям брать эту модель. Даже, я думаю, метр 85, у кого рост. Вполне нормально можно заниматься. Практически, почти ровная спина. Удобная посадка. И, причем, смотрите, здесь вот руль нерегулируемый. Угол наклона не меняется. Но расстояние, вот, если коленка еще достает. Ну, вернее, место есть. То есть, рост 185 еще сядет. Причем, это вот здесь есть регулировка по горизонтали сидения. Что очень важно. Потому что, если бы не было этой регулировки. Да, вот вы, к примеру, садитесь. Вы, человек ростом 185 сантиметров. Да, и начинаете крутить. Видите, вот, я бьюсь коленкой уже об руль. То есть, тут нужен либо руль, чтобы регулировался. Либо стойка повыше, чтобы была. Либо, вот как в этой модели, есть регулировка по горизонтали. Тогда высоким людям можно как раз, вот, отодвинуть сидение. И заниматься уже спокойно, комфортно. То есть, подытожим. Эта модель подходит людям с ростом до 185 сантиметров. Весом до 120 килограмм. То есть, в чем вообще ограничивается вес на велотренажере? Если вы на максимальное положение выставляете, то там остается металла совсем чуть-чуть. И производитель боится, что при занятиях, когда вы на максимальной высоте, предельная нагрузка будет, там, 120 килограмм, да? Чтобы этот палец не сломался. Но здесь, я думаю, переживать не стоит. Потому что здесь он ведет овального такого сечения. То есть, он не круглый палец. На, в принципе, круглый палец в основном на бюджетных моделях. И он тоненький. Здесь он широкий и плоский. То есть, он нагрузку выдержит и больше, я думаю, 120 килограмм. Но рисковать не будем. Заявлено 120, значит 120. Есть регулировка нагрузки 8 ступеней. Все-таки эта модель идет магнитная, а не электромагнитная. То есть, от сети она не питается. 8 ступеней нагрузки этого, в принципе, достаточно. Вот даже я сейчас занимаюсь. Мне комфортно заниматься на тройке. Вот сейчас третья нагрузка стоит. Еще можно добавлять до восьмерки. Ну, в таком темпе, я вам скажу, я поезжу немножко, но, скорее всего, недолго. А вот тройка для меня, вот в самый раз. Ну, опять же, тут ориентируйтесь по пульсу, чтобы у вас был рабочий пульс. И в таком темпе вы смогли покрутить хотя бы полчаса педали. Махевик, кстати, здесь идет 9 килограмм. Это говорит о том, что, ну, довольно неплохой ход у него, плавная инерция. Я бы немножко выше монитор поднял, если бы была такая возможность. Но в целом нормально, можно эксплуатировать. Цифры крупные, читаются легко. Есть подставочка вот такая под планшет, под телефон. То есть, все удобно реализовано. И еще есть транспортировочные ролики, чтобы перекатывать его по квартире. И также есть регулировка по горизонту. То есть, вот эти крутилки, чтобы можно было выставить тренажер. Если у вас неровный пол, вы его ставите и регулируете, чтобы он не шатался. Что касается монитора. Значит, здесь отображается время, затраченные калории, скорость, дистанция, вот калории. Общая дистанция, это за все время тренировок. Пульс. Опять время. Сканирующий режим, вот этот вот, когда моргает, показывает, говорит о том, что эти функции будут меняться постепенно, поочередно. То есть, если вы хотите оставить какую-то одну функцию, то вам нужно еще раз просто нажать на кнопочку моды. Тогда у вас функция эта зафиксируется. Либо же, если выбрать калории, вот еще раз перебираете. То есть, все управление, по сути, вот этой кнопкой центральной. Выбираете нужную функцию. Вот, скан моргает. Значит, эти функции сейчас будут сами все меняться. 5 секунд, и сменяется, происходит смена функции. 5 секунд, и смена функции. Дистанция. Хотите оставить дистанцию, вот нажали еще раз моды. Кнопка Reset, это сброс. Сбрасывается значение Set, это выставляете. Там выставить 30, 40, сколько вы хотите проехать. Вот, 1 километр. Километр 300 метров. И начинаете крутить педаль, идет обратный отсчет. То есть, управление центральной кнопкой, это выставляет значение, это сбрасывает значение. Монитор питается от двух мини пальчиковых батареек, которые стоят снизу. На этом, я думаю, обзор можно закончить этой модели. Напоминаю, модель Ecofit. Ecofit 118B. Торговая марка, которая уже на рынке больше 10 лет. Гарантии на эту модель 1 год. Напоминаю, у нас бесплатная доставка, пояс, сауна, в подарок. Все модели велотренажера можете посмотреть на нашем сайте. Ссылка будет внизу под этим видео. Также не забываем пользоваться промокодом. И напоминаю, что раз в месяц у нас проходит розыгрыш призов. Там будут и скидки дополнительные на любой тренажер. И также мелкие всевозможные призы. Там резина для подтягивания, ленты, эспандеры, гантельки. В общем, не пропускайте. Участвуйте в розыгрышах. До новых встреч. Пока.